Человек чувствует в себе В конце концов, оказывается, что он сделал бы лучше, если бы выбрал что-либо другое, так как он не был избранником. Как может Бог так бессердечно водить человеческое дитя целую жизнь по ложному пути? В ноябре 1889 года в Петербурге проходили чествования музыканта по своим масштабам доселе невиданной. Шесть дней звучала музыка, произносились речи, дарились подарки, шли телеграммы со всего света. Свои поздравления Антону Рубинштейну, самому знаменитому из русских музыкантов 19 века, прислали все члены царской семьи. А незадолго до этого дневник торжества писал своему другу. Признаюсь вам открыто и честно, полнейшее разочарование – вот конечный результат всей моей художественной деятельности. Почему же неудачником называл себя тот, кого современники нарекли царем и даже богом сцены, чьи сочинения издавались и исполнялись? До нас дошли его письма, краткая автобиография, даравтограф книги «Короп мыслей», хранящийся в отделе рукописи библиотеки Салтыкова-Щедрина. В ней сквозь афоризма Антона Рубинштейна угадываются контуры его жизни. Искусство – Ева, протягивающая молодому художнику яблоко. Кто куснет это кислое яблоко, теряет рай своего душевного спокойствия и довольства. Виноват в том успех – это вкратчивая змея из «Короба мыслей». В Вене концертирует теперь 11-летний мальчик. Говорят, что это величайший гений, каких не появлялось уже много лет. Клара Шуман Приехали в Париж. Поступать в консерваторию отсоветовали. Целый год оставался я в Париже, а в конце года дал концерт, на котором присутствовали Лист, Шопен и все музыкальные знаменитости. Успех был очень большой, блистательный. Мы совершили тогда концертную поездку по Голландии, Англии, Швеции, Норвегии, Германии. Играли при дворах и всюду получали разные подарки. Тогда в Европе была мода на детей феноменов в возрасте от 10 до 12 лет. Из автобиографии. Современников «Чудо-ребенки» из России поражало и спокойствие на сцене, и феерическая техника, и удивительная музыкальность. Но более всего – умение буквально наэлектризовать публику. Его необычайный магнетизм. Рубинштейн – одно из блистательнейших явлений фортепьяной виртуозности. Он будет моим преемником. Ференс Лист. Игра же самого Листа произвела на Рубинштейна такое сильное впечатление, что когда он первый раз, первый раз услышал Листа, то он ничего не сказал, не написал, не отметил. Он просто упал в обоих. Лист для Антона – божество. Позже мать Рубинштейна вывезла детей в Берлин. Здесь они занимались композицией со знаменитым Зигфридом Деном, а по воскресеньям посещали Мендельсона и Мейербера. Но в России умирает отец. Вся семья покидает Европу, и только 16-летний Антон один отправился к Листу в Вену. Артист не должен родиться в богатстве. Забота о хлебе насущном оказывает хорошее действие в период его бури и натиска. Они придают его творчеству драматизм. Но они не должны быть слишком длительны. И скоро бы мыслей. Вена была одним из главных тогда музыкальных центров. Я слышал, что там Лист, и рассчитывал на его мощную поддержку и протекцию. Я ошибся. Лист сказал мне, что меня поддержит талант, и что никакой другой поддержки мне не нужно. Я приходил к нему как знакомый, больше ни о чем его не просил. В течение полутора лет давал я в Вене уроки, большая часть из них – крошовые. Я жил чуть не на чердаке, нередко случалось, что дня по два, по три почти ничего не ел. Это самое страшное время в моей жизни. Писал я очень много. Вся комната была завалена аратоями, симфониями, операми. Бедствовал я в это время в сильнейшей степени. И вот, когда дела пошли совсем жутко, я перестал посещать Листа. Вдруг как-то днем он является ко мне. Когда Лист и его свита вошли, все они были поражены той обстановкой, среди которой я жил. Лист был ужасно встревожен, и тут же пригласил к себе обедать, что было очень кстати. С тех пор мы оставались с ним в очень хороших, дружеских отношениях. Из автобиографии. Характер и степень цивилизации народа можно узнать из его развлечений. Я сужу о городе по количеству в нем книжных магазинов. И скоро бы мыслим. Наладить материальное положение в Вене Рубинштейну так и не удалось. В поисках лучшей жизни он даже решает уехать в Америку. Но по пути заезжает в Берлин и остается. Здесь у него масса знакомых. Антон даже становится членом литературно-артистического кружка. Всякого принятого в члены кружка не называли по его фамилии. Он получал псевдоним, связанный с родом его деятельности. Поэт, скажем, мог называться Гёте. И какие люди были в этом кружке. Но все были друг с другом на «ты». Мне эта штука тогда ужасно понравилась. Из автобиографии. Проведя всю юность за границей, 19-летний Рубинштейн возвращается в Россию. В Европе революция. Здесь теперь не до музыки. Российская действительность оглушила сразу. На границе отобрали самое ценное – сундук с нотными рукописями. Полиция заподозрила в них зашифрованные революционные послания. Было еще одно очень неприятное открытие. Как-то нужно было сказать имя и звание, чтобы записали в исповедальную книгу. Я говорю, Рубинштейн – артист. Нигде не служу. А кто ваш отец? Купец второй гильдии. Так вы, стало быть, сын купца второй гильдии. Это меня озадачило. Значит, я сам по себе решительно ничего из себя не представляю. Из автобиографии. Без должности и звания в России невозможно. Но мест для музыкантов ничтожно мало. В огромной стране только два постоянных коллектива в Петербурге и Москве. И оба они при театрах. Но это еще не все. Быть профессиональным музыкантом в России считалось уделом слуг. Так было и в Европе. Но в 19 веке все изменилось. Антон Рубинштейн видел сам, какое место в обществе занимали и Мендельсон, и Шопен, и, конечно же, Лист. Лист, возможно, дал пример. Понимаете, этого царственного поведения, этого царственного образа жизни. Понимаете, со всеми атрибутами. Включая дворцы, в которых Лист жил. Включая вот эти самые грандиозные залы, в которых он играл, в которых он появлялся. Гастроли по Европе, непременное присутствие монархов. Ну и так далее и тому подобное. Лист заворожил мир. Итак, пример для подражания был. Теперь оставалось только изменить ситуацию в своем отечестве. Вернувшись в Россию, Рубинштейн не поехал в Москву к родным, а остался завоевывать столичный Петербург. Он с успехом дает здесь частные уроки, играет в концертах и даже получает место при дворе. Правда, неофициальное. Если на придворном концерте по окончанию установленной программы артисты просят исполнить еще что-нибудь, то он отнюдь не должен воображать, будто это происходит вследствие восторга слушателей. Но потому что часы еще не пробили, момента для разъезда и скоробы мыслей. В 1852 году я поступил аккомпаниатором к Елене Павловне. Положение ее было весьма исключительное, потому что при Большом дворе императрица только и любила туалеты, балы, блеск. Артисты там не играли, разве лишь иногда. Большие же артистические вечера проходили у Елены Павловны. Я был постоянным подогревателем и стопняком музыки при ее дворе из автобиографии. Но Рубинштейну мелко быть домашним музыкантом, пусть даже и в царских покоях. К тому же он прекрасно осознает, что без официальной должности в России он остается только сыном купца второй гильдии. Я снова просил о должности, и мне снова было решительно отказано. Из письма матери. Если обстоятельства жизни тебе не устраивают, измени их. Невозможно сделать возможным. Вот девиз Рубинштейна. В 1852 году 23-летний Рубинштейн представляет великой княгине проект коренного изменения музыкальной жизни России. Музыка, как всякое другое искусство или наука, требует от того, кто ею занимается, всю его личность и все его время. Следовало бы пожелать, чтобы закон удостаивал музыканта положением, отмеченным в государственной иерархии. Все другие виды искусств пользуются этими правами. Можно было бы основать в составе академии музыкальный отдел, ученики которого приобретали бы положение, узаконенное государством. Из письма Елены Павловны. Но начинание Рубинштейна терпит неудачу, и он вновь отправляется покорять Европу. Теперь как композитор. Художник не может существовать без признания, иначе его творчество иссякнет от горечи сомнений в своих возможностях. И скоро бы мыслей. Итак, я поехал за границу, чтобы дать о себе знать, как о сочинителе музыки. Поехал я к листу и рима. Из автобиографии. Многое расскажу вам при случае о Рубинштейне. Это дельный малый, пожалуй, наиболее значительный подлинный музыкант, пианист и композитор из тех, кого я встречал среди молодых. Он притащил с собой 40 или 50 рукописей, которые я с большим интересом просматривал в течение его пребывания в Альтенбурге. Из письма Листа. Здесь у Листа была своеобразная академия по подготовке молодых музыкантов. Именно в этой комнате располагалась библиотека, которую Лист использовал как кабинет. Сюда к нему съезжались многие известные музыканты. Сметана, Дворжек, Берлиоз, Рубинштейн. Некоторые из них, в том числе и Рубинштейн, жили в этом доме. По вечерам все встречались и музицировали. Ван Второй. Так называл Лист Рубинштейна и, видимо, не только за внешнее сходство с Бетховеном. О бурном темпераменте Антона он знал не понаслышке. Однажды к Листу приехал Гектор Берлиоз, музыку которого Рубинштейн не признавал. Позабыв о вежливости, Антон покидает Альтенбург, даже не попрощавшись с хозяевами. Вы были так заняты вчера вечером, что я не имел возможности проститься с вами и поблагодарить за ваше гостеприимство. Я не хотел больше обременять вас. К тому же у меня здесь множество дел. Из письма к Листу. «Ваша утренняя фуга, дорогой Рубинштейн, мне не по вкусу. Я ей весьма предпочитаю прелюды, которые вы до того писали в той же самой комнате, которую я, к своему великому удивлению, нашел пустой». Из письма Листа. И тем не менее, Лист продолжает помогать Рубинштейну. Он дает ему рекомендации к издателям и продюсерам. А узнав, что Рубинштейн хлопочет об исполнении своей оратории «Потерянный рай», в 1855 году сам берется исполнить ее в Веймаре. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, в архиве высшей школы музыки Веймара, нам показали множество рукописей Рубинштейна. В этом городе с успехом были исполнены и оратория «Потерянный рай», и симфоническая поэма «Фауст», и многие другие сочинения. Кстати, писать на общеевропейские сюжеты Рубинштейну было свойственно. Россию от Европы он не отделял. В музыке он был очень человеком явно западной школы, западной ориентации, но знавший хорошо и русскую музыку, и знавший хорошо и русское пение, и все эти сутки, так сказать, вбирал. Рубинштейн мечтает, чтобы и Россия стала европейской музыкальной державой. Но для этого нужно как минимум две вещи. Построить систему подготовки профессиональных музыкантов и воспитать публику, сформировать в обществе моду на серьезную музыку. Ни того, ни другого в России пока нет. Возвращаясь на родину, Рубинштейн надеется переломить эту ситуацию. «Человеку должно быть, где хорошо, там и родина. Однако это не совсем так. Любовь к родине, развита в нем так сильно, что будь это Сибирь или Сицилия, он всегда по ней тоскует. Космополитизм может привиться, патриотизм прирожден. И скоро бы мысли». Заручившись поддержкой великой княгини, Рубинштейн с единомышленниками начинает строить европейскую музыкальную Россию. Исполнители учат прямо в Михайловском дворце, одно из помещений, которого отдает под хоровые классы Елена Павловна. А концертную жизнь Рубинштейн организует у себя дома. На знаменитые Рубинштейновские субботы собирался цвет петербургской интеллигенции. «Одно здесь приятно – мои субботние вечера. Я здесь с ума свел музыкантов, а именно расшевелил их и приохотил к музыке. Это невероятно для тех, кто знает здешнюю обстановку». А спустя год просветительская концертная деятельность приобрела государственный масштаб. В 1859-м Рубинштейн организует «Русское музыкальное общество». «Мы основали здесь музыкальное общество, которое среди прочих целей ставит в себе задачи исполнения произведений всех композиторов, всех школ и всех времен». Из письма к листу. «Позвольте сделать вам вполне искренний комплимент за идею. С севера сияет нам сегодня свет, оправдывается даже в отношении музыки. Во Франции и Германии мы еще далеки от этого». Из письма Листа. И Рубинштейн добился своего. В России зазвучала серьезная музыка, ходить на концерты стало престижно, и они даже начали приносить прибыль. Можно было переходить к основной цели – созданию консерватории. «Любитель занимается искусством для собственного удовольствия, артист – для удовольствия других. В этом огромная разница в смысле предъявляемых к ним требований и оценки их исполнения из короба мыслей». Готовить профессионалов в России пока не умели. Поиск средств и помещения, разработка устава и учебных планов – все это нужно было начинать с нуля. Но главная проблема – отсутствие высококлассных педагогов. И Рубинштейн делает практически невозможное. Пользуясь своими международными связями, он привлекает в Петербург лучших музыкантов мира. Он же создал грандиозный космополитический центр музыкальный. Он же был, собственно, первым, я бы сказал, великим музыкальным глобалистом. Посмотрите на состав профессуры. Это все были люди со всего мира, со всей Европы. Это был грандиозный космополитический центр музыки. Он не просто подал идею, он поставил музыкальное образование в России. Причем это было, понимаете, так сказать, вот по сей день в нашей консерватории, так сказать, и в Петербургской, естественно, в первую очередь, живы эти традиции. Понимаете, более того, все вот эти планы, вся идея музыкального образования, она была заложена им. К сожалению, она не стала глубже. Наоборот, мы, так сказать, в наш практицистский век очень много это, так сказать, обрезали со многих сторон. И вот эта чрезвычайная важность, она сочетает в себе две вещи. Глубочайший профессионализм и широкую культуру. Мне приходится совершенно забыть, что я пианист и композитор. Я занят и живу только распределением часов, устройством классов и так далее. Если на что-то не хватает казенных денег, Рубинштейн вкладывает свои. На консерваторские нужды он расходует практически все свое жалование. Он выкладывается полностью, но цели своей достигает. Консерватория, ведь, выдавала своим выпускникам диплом, который начинался, имел два слова в своем содержании, и, собственно, самый главный, и можно было с них начать, и ими закончить. Свободный художник. Это означало, что вы, на вас не действует закон о воинской повинности, и не действует правило черты оседлости. Вот эти два обстоятельства, понимаете, грандиозных, в общем, две грандиозных свободы, это дело Антона Рубинштейна. Итак, общественный статус профессионального музыканта получил официальное... Ценили это завоевание. Тогда, как, впрочем, и теперь, петербургское общество мало выказывало симпатии к консерватории. Кроме насмешек и недоброжелательства, мы ничего не слышали. Но особенно обидным было сопротивление коллег. Музыкальной чумой Западной Европы называли консерваторию, а самого Рубинштейна обвиняли в насаживании немецких стандартов. Для славянофилов он был идеальной мишенью. Для евреев я христианин, для христиан еврей, для русских я немец, для немцев русский, для классиков я новатор, новатором ретроград. Заключение. Ни рыба, ни мясо. Существо, достойное сожаления. И скоро бы мыслей. Рубинштейн имел семитские корни. Его отец родом из Бердичева, а мать выросла в прусской Силезии. А потому немецкий язык и культура для нее были родными. Когда же Антону было два года, вся семья приняла православную веру. А младшего брата Николая крестили сразу при рождении. По воспитанию Рубинштейн – интернационалист. Вот почему Антон Григорьевич так хорошо чувствовал себя в Баден-Бадене, летней столице Европы. В эти годы он приезжает сюда каждое лето отдохнуть и пообщаться с художественным бомондом. Полина Виардо и Тургенев, Брамс и Клара Вик. По вечерам компания собирается в знаменитом казино. Антон Рубинштейн здесь бывал очень часто. Это место было центром культурной жизни Баден-Бадена. Здесь устраивались концерты, театральные представления. Сюда съезжалось много знаменитых людей. И Рубинштейн приходил в казино, но игроком не был. Достоевский, как игрок, конечно, затмил всех. И тем не менее мы нашли сведения, что и Рубинштейн был увлечен игрой. Только он умел держать себя в руках. Он был заядлым игроком, хотя всегда проигрывал. Сколько не говорил, но должно быть приличные деньги. Он даже передал своему другу некую сумму с просьбой сохранить и не отдавать ему, даже если он потребует. Из воспоминаний о Рихарда Поле. Кстати, в концертах, организованных в самом казино, Рубинштейн участвовать отказался. Считал это ниже своего достоинства. В противовес им у себя дома, он устраивает бесплатные утренние концерты, которые становятся сверхпопулярными. Удивительно, как ведет себя этот исполнитель за роялем. Его пальцы так носятся по клавишам, будто выпустили целое стадо чертей. Вдруг он прячет чертей в карман. И появляются эльфы, парящие шутливо и ласково. Из воспоминаний о Глая Аргении. Однажды сам герцог Баденский с семьей без предупреждения появился у Рубинштейна. В переполненной комнате им с трудом нашли место. После концерта Рубинштейн получил приглашение выступать во дворце у герцога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь же, в Бадене, летом 1865 года, Рубинштейн женился на княжне Вере Чекуановой. На свадьбе присутствовали и Иван Тургенев, и Полина Виардо. Каждая женщина для меня Ева, но я всегда готов сказать ей «Авэ» и «Скороба мыслей». Моё первое знакомство с Антоном Григорьевичем произошло вне области музыки. Мы встретились на костюмированном бале в Академии художеств. Он был одет пилигримом, я – итальянкой. Он страстно любил танцевать. Из воспоминаний Веры Рубинштейн. Первые годы их совместной жизни были прожиты в любви и взаимопонимании. В семье появляются трое детей. Я очень счастлива, потому что все лучше узнаю характер Антона. Мягкость оказывает на него непреодолимое влияние. Этим средством можно управлять им, как ребенком. Из письма Веры Рубинштейн. Но как трудно быть женой гениального артиста. Почти полубога. Рубинштейн всегда окружен вниманием слабого пола. Красивый и статный, в молодости его назвали Аполлоном, он сам легко увлекался. Выдающийся артист не должен бракосочетаться. Если же он хочет жениться, то должен найти жену, которая имела бы настолько житейской мудрости, что могла бы отличить неверность от мгновенного заблуждения страстей. Но не потребует ли и жена его от него той же мудрости? И скоро бы мысли. Отношения с женой особенно обострились, когда закончился период их оседлого существования. Ведь в 1867-м Рубинштейн покидает консерваторию. Формальным поводом послужила размолвка с Еленой Павловной и профессорским составом. Рубинштейн требовал единоначалья, в котором ему было отказано. Рубинштейн действительно вел себя совершенно деспотически, вел себя тиранически. Он чувствовал его абсолютную монархию в консерватории. Он распоряжался всем и выносил решение, идущее в разрез с уставом консерватории, прежде всего. Совершенно не считался императорским русским музыкальным обществом. Это тоже было предусудительно. В общем, такой нон-конформист, понимаете, совершеннейший. Но причина крылась еще и в другом. По сути, все, что делал Рубинштейн, он воспринимал как миссионерский долг. И когда консерватория встала на ноги, когда был сформирован студенческий оркестр и хор, и даже силами учащихся поставлена опера, когда появились первые блестящие выпускники, среди которых был и Петр Чайковский, Рубинштейн решил, что его миссия выполнена, и покинул консерваторию. Он так много сделал, в общем, это какой-то, понимаете, фигура-то совершенно ренессансная. Он так много сделал, что вот это делание становилось его детищем. И он не мог к нему не возвращаться. Он должен был его совершенствовать. Он должен был делать еще и еще и еще. Он любил эту страну. Это был его дом. Люди, которые в ущерб своему собственному творческому какому-то процессу готовы возглавить какие-то, так сказать, огромные какие-то коллективы, какие-то, так сказать, большие учреждения, вообще что-то такое делать в этом отношении, они ведь это делают, потому что они считают, что это необходимо. И если они находят в себе силы и возможность это делать, они делают это безоговорочно. При том, что они, так сказать, могут при этом страдать от того, что они не могут заниматься... Ну, это вечное, так сказать, такое вот, так сказать, вечное несчастье, понимаете? Он вернется в консерваторию через 20 лет, когда она будет на грани закрытия и своей энергией вдохнет в нее новую жизнь. Сумеет получить здание, в котором консерватория находится и поныне, и даже начнет его перестройку, вновь вкладывая свои средства. Но тогда, в конце 60-х, перед Рубинштейном возникли новые цели. В Петербурге более не питают к нему исключительного энтузиазма. По-видимому, его артистическая требовательность и его своенравные вспышки разонравились великой княгине Елене. Это меня не поражает. Я, скорее, удивляюсь, как он удерживал в течение 9 лет место директора новой консерватории и концертов. План Рубинштейна – заработать 200-300 тысяч франков своей фортепианной игрой, чтобы получить возможность сочинять. Из письмолиста. «Только сочиняя, находит композитор полное удовлетворение. Он уповает в иллюзиях, в блаженстве, чувствует себя вдали от всего земного, повседневного. Он счастлив. Но по окончании работы его редко ожидает что-либо, кроме разочарования и скоробы мыслей». Его наполненная событиями жизнь, казалось, не давала ему возможности для творчества. Но, вопреки обстоятельствам, Рубинштейн написал больше, чем все русские композиторы того времени. Именно сочинительство считал он главным делом своей жизни. «Не забудьте, вероятно, значимый в авторах первой русской симфонии, первого русского фортепианного концерта, первых русских инструментальных сонат, первых русских фортепианных этюдов и так далее и тому подобное». Рубинштейн работал с упоением. Когда загорался идеей, ждать не мог. Писал быстро, и зачастую его композиторская мысль опережала создание либретто. Немецкий поэт Роденберг вспоминал. «Он появился однажды передо мной ранним утром часов шесть или семь в медвежьей шубе с портитурой под мышкой. Он направился ко мне прямо с вокзала, и первые его слова были «Так ничего не выйдет, дорогой Роденберг, вы еще многое должны тут сделать». С этими словами он сел все еще в медвежьей шубе за мое ужасающее пианино, начал играть и при этом пел «Крысы, мыши, крысы, мыши». Я был совершенно ошеломлен, но он сказал, «Это я так подписал слова, так как мне не хватало вашего текста. Вы должны из этого что-то сделать». А после окончания работы начиналось самое трудное – хлопоты о дальнейшей судьбе своих сочинений. Иногда Рубинштейн с горькой иронией называл себя камевоежером. Кстати, на Западе его музыка звучала гораздо чаще, чем в России, и даже оперу «Демон», написанную специально для Петербурга, пришлось переводить на немецкий, ведь в России ее изначально к постановке не взяли. Мне сообщили сейчас, что либрата запрещена театральной цензурой, и год работы впустую, и идея посвятить свои способности родине превращена в посмешище. «Кто, что пред тобой я дышу, кто проклянаю, не дышу, кто, что пред тобой я дышу, кто проклянаю, кто мне дышу». И тем не менее, единственный собственный дом Рубинштейн приобретает в России, в Петергофе. И каждое лето он приезжает сюда, чтобы спокойно сочинять. А с наступлением осени гастроли и постановки по всему миру. За границей Рубинштейн самый знаменитый из русских композиторов. На уникальной открытке тех лет Антон Рубинштейн помещен между Листом и Гайденом. А когда Чайковскому вручали степень доктора Кембриджского университета... Когда представляли Чайковского, то в приветственной речи ректор университета так и сказал, к нам приехал ученик Рубинштейн. Вот Чайковскому уже было, слава богу, 50 с чем-то лет, и он не обиделся. Потому что ученик Рубинштейна это был, так сказать, высший такой титул, как сейчас вот ученик Шостакович. Но успех композитора Рубинштейна не шел ни в какое сравнение с его триумфом как исполнителя. Недавно я, только я один, был приглашен к Рейнаке вместе с Рубинштейном. К сожалению, я был ему совершенно неизвестен. В таких случаях я всегда смолкаю, чтобы не быть в тягость. Ведь я знаю, как мне самому докучны и смешны эти восторженные анонимы из письма Густава Малера. И при этом публика была запатентизирована абсолютно. Я даже не сказал запатентизирована. Она была ошелулена, она была ошарашена. Люди падали в обморок на концерт Рубинштейна. За наречение сына твоего Антонием посылаю тебе презрительную улыбку. Какая смелость! Ты бы назвал его еще Шекспиром. Ведь на этом свете есть только два Антона. Я и Рубинштейн. Других я не признаю. Из письма Антона Чехова брату. Рубинштейн имел статус некого верховного существа, потому что он обладал гением творца, он обладал гением музыканта. Это был необычайно высокий статус во времена Рубинштейна. Но подумайте сами, в 880 году, какие имена были у всех на устах? Какие? Два. Лев Толстой и Антон Рубинштейн. Сцена или концертная эстрада похожа на ад. Они требуют от своих адептов, чтобы те свои кровью отписали им душу. Кто не делает этого из соображения морали, может, конечно, достигнуть известной ступени в искусстве. Но до вершины ему не подняться. И скоро бы мысли. Вершиной фортепианной карьеры самого Рубинштейна стали исторические концерты. Я дал по семи исторических концертов в Петербурге, Москве, Вене, Берлине, Лондоне, Париже и Лексике. При этом каждый концерт давал я вдвойне, для публики и для учащихся. Такого объема литературы, который был сыгран и преподнесен Антоном Григорьевичем, такого объема исторических концертов мы не знаем. Кроме того, не забудем, что это было в России, для которой, я боюсь такую статистику приводить, но, во всяком случае, больше половины играемого Антоном Григорьевичем было сыграно впервые. Вы не забудьте, что большинство этих исторических концертов были бесплатны. Это еще и огромная просветительская миссия. Теперь я олицетворяю собой локомотив между Петербургом и Москвой. Три дня там, четыре дня здесь. И так каждую неделю. Напряжение было такое, что во время концертов в Париже Рубинштейн упал в обморок. Концерт прервали. Вечером приступы повторялись, но, несмотря на это, он через два дня дал в Париже следующий концерт. И каждый раз, выступая, Рубинштейн играл по-новому. Это была исповедь грандиозная. Он проживал два часа жизни, или три часа, аж концерты были огромные. Программы-то были гигантские, из трех отделений. Проживал вот всю эту жизнь, совершенно не считая специцем, есть при этом кто-нибудь или нет никого при этом. Воздействие Антона Рубинштейна на музыкальный мир, уже именно мир, потому что все-таки лист, это была музыкальная Европа. А Антон Рубинштейн, это был весь мир. Американская аудитория была тоже покорена и порабощена, если можно так сказать, Антоном Рубинштейном. Поэтому вот этот какой-то вселенский масштаб деятельности Антона Рубинштейна, он, конечно, ставит его совершенно особняком. Так почему же Рубинштейн написал «Полнейшее разочарование. Вот конечный результат всей моей деятельности». Драматизм ситуации заключался в том, что сам Рубинштейн прекрасно понимал, что его немалый композиторский успех меркнет при сравнении с грандиозным исполнительским. Понимал, но принять не мог. Он мечтал остаться в истории именно как композитор. Это обычное дело бегения. Ему всегда хочется быть не тем, кто он есть. Понимаете, вот так бывает. Ну, назвать примеры, пожалуйста. Александр Николаевич Склябин, который непременно хотел быть духовным вождем своего века. На самом деле он был гениальным камерным композитором. Бывали судьбы Рубинштейна трагички? Нет, отвечаю я. Потому что он был гением. И Дамиан, например, является исчерпывающим ответом на этот вопрос. Когда занимаешься искусством, а страдания к ним может быть... Не о трагизме сказал. Говорит, а страдания к ним может быть и речи. Не может быть. Я вас уверяю, что счастливым человеком был Шостакович, счастливым человеком были те великие мастера, которых мы считаем трагическими фигурами. То, что человек создал искусство, делает его равным Богу. Давать для меня большее наслаждение, чем иметь из короба мыслей. После исторических концертов Рубинштейн покинул большую сцену. Он практически ослеп, но продолжал ездить и выступать. Весь свой гонорар он передавал на благотворительность. А за несколько лет до смерти Рубинштейн осуществил свою мечту. Он поселился в Германии и полностью отдался композиторскому творчеству. Здесь, в Штутгартском парке, стоят развалины старого театра, в котором прошла премьера его последнего масштабного сочинения духовной оперы «Христос». Дирижировал сам автор. Это было последнее выступление Рубинштейна за дирижерским пультом. Чувствуя приближение смерти, композитор возвращается на родину. Он быстро слабеет, но продолжает до конца работать. Его последним сочинением стала увертюра к открытию здания Петербургской консерватории. Его детища. Руан говорит «Королем быть не могу, князем не хочу. Я Руан. Я говорю Богом быть не могу, королем не хочу. Я артист из короба мыслей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова